Коньячева, дорогие друзья! С вами Дарья Мойнич. И сегодня мы разберем 7 самых популярных фраз японского языка, которые должен знать каждый. Особенно, если вы только приступаете к изучению японского языка. Давайте начнем с фразы номер 1. И фраза эта звучит как ДОМО. ДОМО. Пишется хироганой. И ДО у нас долгое. ДОМО. ДОМО. У этой фразы есть несколько значений. Вообще, эта фраза очень часто входит в различные словосочетания в значении ОЧЕНЬ. Дальше я покажу примеры. К примеру, я очень извиняюсь или большое вам спасибо. И также другое значение этой фразы, она может использоваться в качестве неформального приветствия. Внимание, именно неформального. То есть, если вы общаетесь с вашими друзьями, вместо слова ПРИВЕТ. ДОМО. ДОМО. Привет. Есть, конечно, более формальная фраза. Это, к примеру, коньячева, что означает ДОБРЫЙ ДЕНЬ. И также эта фраза используется в качестве благодарности, когда вам сделали какую-то небольшую услугу. К примеру, можно поблагодарить персонал в каком-нибудь ресторане или магазине, да, если вам, к примеру, упаковывают продукты в ваш пакет. Это будет небольшое такое приветствие за небольшую услугу. ДОМО. ДОМО. Наша вторая фраза звучит как СУМИМАСЕН. СУ-МИ-МА-СЕН. СУМИ-МА-СЕН. Пишется она тоже хироганой. СУМИ-МА-СЕН. И если вы не умеете читать по-японски, то можете переписать название внизу. СУМИ-МА-СЕН. У неё тоже есть несколько значений, три значения. Конечно же, в основном эта фраза известна как извинение. То есть, к примеру, если вы наступили кому-то на ногу, да, то вы можете извиниться. А, СУМИ-МА-СЕН. СУМИ-МА-СЕН. Или кого-то, может быть, нечаянно толкнули в метро и так далее, сделали какую-то оплошность. То используется эта фраза. Также она используется, так же, как и в русском языке, в качестве фразы, привлекающей внимание. К примеру, в ресторане мы тоже часто говорим простите, извините. А в японском языке то же самое. СУМИ-МА-СЕН. СУМИ-МА-СЕН. Вот. Либо, если вы, кстати, обращаетесь к кому-то, к незнакомому человеку, японцу, например, спрашиваете дорогу, то эта фраза тоже может использоваться в качестве фразы, привлекающей внимание. К примеру, СУМИ-МА-СЕН. ЧИКАТЭЦУ ВА ДОКУ ДЭСКА. СУМИ-МА-СЕН. ЧИКАТЭЦУ ВА ДОКУ ДЭСКА. А ЧИКАТЭЦУ – это метро. То есть, простите, где здесь метро? То есть, эта фраза будет являться в качестве вводной фразы, привлекающей внимание. Так же, как, в принципе, и в русском языке. И ещё одна функция этой фразы, она может использоваться в качестве благодарности. Хотя это, конечно, для нас немного непривычно. Но на самом деле, если, к примеру, вы кому-то подарите какой-то подарок или сделаете какую-то услугу, то японец вас может поблагодарить с помощью фразы СУМИ-МА-СЕН. СУМИ-МА-СЕН. Ну, точнее, эта фраза на русском языке будет переводиться как СПАСИБО. Но фактически японец благодарит вас и извиняется за то, что вам ради него пришлось потратить время или усилие. То есть, эта фраза также может выражать благодарность. Наша третья фраза японского языка звучит как ХАЙ. И, соответственно, тоже пишется ХИРАГАНЫЙ ХАЙ. Внизу я написала, как она пишется на РОМАДЕ. И эта фраза, в принципе, переводится на русский язык как ДА, но не всегда она означает СОГЛАСИЕ. В основном эта фраза используется в таком значении, как АЙЦУЧИ. АЙЦУЧИ это слова в японском языке, которые показывают, что вы слушаете собеседника. То есть, в японском языке, когда вы общаетесь с японцами, они вам постоянно дают обратную связь, как-то поддакивают, кивают головой, да, и показывают, что они вас слушают, в том числе с помощью слова ХАЙ. Наверняка, если вы смотрели какой-нибудь диалог на японском языке или были уже в Японии, вы замечали, что при диалоге японцы всё время вашему собеседнику, своему собеседнику говорят ХАЙ, ХАЙ. И даже, например, если по телефону говорят, я думаю, что вы постоянно эту фразу слышали. Она означает, да, я вас слушаю, но не всегда означает, да, я с вами согласен. Поэтому будьте очень внимательны с этой фразой. И также одно из её значений, она может означать Я здесь. Если, к примеру, идёт какая-то перекличка, называют ваше имя, вы можете сказать ХАЙ. Ну, в значении, что да, я здесь. Наша следующая фраза в японском языке, это фраза ИЕ, ИЕ, которая означает НЕТ. На японском языке тут долгое И. Пишется, соответственно, два И и Э. Потом ИЕ, ИЕ, что означает НЕТ на японском языке. Хотя, на самом деле, японцы, они не так часто говорят слово НЕТ. Обычно, если они с кем-то не согласны, то они говорят это другими способами, в основном не произнося слово НЕТ. И для отказов, на самом деле, очень много существует фраз. Я думаю, что мы разберём это в отдельном видео. Как-нибудь я выложу такой урок. Соответственно, когда может использоваться эта фраза, к примеру, если человек, там, перепутал поезд и спрашивает, это этот поезд, а вы можете сказать ему ИЕ ЧИГАЙМАСА, ИЕ ЧИГАЙМАСА. Ну, ЧИГАЙМАСА, НЕТ, ЭТО НЕ ТАК, да, то есть ИЕ ЧИГАЙМАСА, ЭТО НЕТ, ЭТО НЕ ТАК. Либо, к примеру, вам кто-то наступил на ногу и говорят А, СУМИМАСЕН, СУМИМАСЕН, а вы можете ему сказать ИЕ, ИЕ. Ну, в данном случае, кстати, два раза она может повторяться, да, и часто, кстати, когда в разговорной речи она, если два раза повторяется, то звучит коротко, и обычно ещё такой жест, ИЕ, означает, что, да нет-нет, всё нормально, да, то есть не стоит извиняться. Итак, наша пятая фраза звучит АРИГАТО, АРИГАТО. Наверняка вы её много раз слышали и её знаете. Эта фраза означает благодарность, и она может быть более вежливой, если она будет более длинной. Обычно, чем длиннее слово, тем оно вежливее, и, соответственно, здесь мы встретимся как раз с приставкой ДОМУ, которая усилит большое спасибо, и давайте посмотрим, как эта фраза записывается, и как можно произнести её более вежливо. Итак, ДОМУ я взяла в скобки, потому что фраза будет зависеть от того, насколько вы благодарны, и кого вы и за что благодарите. Чем больше услуга, тем длиннее фраза. ДОМУ АРИГАТО, ДОМУ АРИГАТО, ДОМУ АРИГАТО, ДОМУ АРИГАТО, БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Но вы можете сделать фразу ещё более вежливой, если добавите в конце ГОЗАИМАСУ. ДОМУ АРИГАТО ГОЗАИМАСУ. ДОМУ АРИГАТО ГОЗАИМАСУ. БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО. То есть можно поблагодарить, используя просто слово АРИГАТО, можно поблагодарить ДОМУ АРИГАТО, ДОМУ АРИГАТО, ЛИБО МОЖНО ДОМУ АРИГАТО ГОЗАИМАСУ, ДОМУ АРИГАТО БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Либо можно просто поблагодарить АРИГАТО ГОЗАИМАСУ, АРИГАТО ГОЗАИМАСУ. И, соответственно, могут использоваться все эти случаи. Как правило, чем длиннее фраза, тем больше степень вашей благодарности и уважения к этому человеку. И здесь есть еще одна такая небольшая фишка. Вот здесь в слове ГОЗАИМАСУ, МАСУ это окончание настоящего будущего времени. Если вы его замените на окончание прошедшего времени, вместо МАСУ скажете МАШТА, к примеру, АРИГАТО ГОЗАИМАШТА, АРИГАТО ГОЗАИМАШТА. И, соответственно, эта фраза будет немного в прошедшем времени, и это будет означать спасибо за то, что вы уже сделали для меня. То есть что-то было в прошлом. Если вы скажете ДОМАРИГАТО ГОЗАИМАШТА, то есть окончание у вас МАСС, это означает, что вы благодарите за то, что для вас сейчас делают, либо сделают в будущем. Шестое слово в нашем списке это слово ДООЗО. Записывается оно ХИРАГАНОЙ. Фраза переводится как ПОЖАЛУСТА, ПРОШУ, и используется, когда вы кому-то что-то предлагаете, или, к примеру, что-то передаете, делаете какую-то услугу. К примеру, передали вы кому-нибудь соль или хлеб за столом, и произносите слово ДООЗО. ПОЖАЛУСТА. Либо открываете перед кем-то дверь, или перед вами открывают дверь, и произносят ДООЗО. ПОЖАЛУСТА, ПРОХОДИТЕ, что означает. Иногда эта фраза может произноситься два раза повторно. ДООЗО, ДООЗО. Обычно, когда вы кого-то пропускаете, ПОЖАЛУСТА, ПОЖАЛУСТА, ПРОХОДИТЕ. Итак, седьмое заключительное слово в нашем списке, это фраза ОНЕГАИШИМАСУ, ОНЕГАИШИМАСУ, что означает. ПРОШУ, ПОЖАЛУСТА. Давайте рассмотрим, как она записывается и как она используется. Записывается она следующим образом. ОНЕГАИШИМАСУ, ОНЕГАИШИМАСУ, что означает. ПРОШУ, и используется она в сочетании обычно с существительным. Если вы хотите, к примеру, в магазине попросить, можно мне воды, пожалуйста, да? Вы хотите купить и просите продавца. Либо, к примеру, вы делаете заказ в ресторане, хотите выпить чашечку кофе. КОХИО ОНЕГАИШИМАСУ. Пользуется фраза следующим образом. Сначала идёт существительное, потом идёт винительный падеж, который читается как ООО, и затем фраза ОНЕГАИШИМАСУ. Вообще, сам глагол НЕГАУ – это хотеть, желать или что-то просить. Также, кстати, фраза может использоваться и отдельно, без какого-либо существительного. К примеру, когда кто-то что-то просит и говорит ОНЕГАИ, ОНЕГАИ, Пожалуйста, пожалуйста, ОНЕГАИ, обычно делается следующий жест. Соответственно, вы можете использовать эту фразу, либо когда вы кого-то о чём-то просите, либо если делаете заказ, или хотите что-то купить в магазине. Чтобы как следует закрепить материалы этого урока, запишите новые слова себе в словарик, также потренируйтесь их произносить и запомните их. Я уверена, что они вам обязательно пригодятся, ведь это самые распространённые слова японского языка. С вами была Дарья Мойнич, до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!